Посмотрим по пунктам, о чем на самом деле договорились Пашинян и Алиев вчера вечером в Брюсселе. Написал в фейсбук тюрколог Вооружан Гигамян. Армения окончательно отказывается от борьбы за статус Карабаха за пределами Азербайджана. В переговорах нет ни слова о статусе Карабаха. Только права и безопасности этнического армянского населения в Карабахском регионе, что в лучшем случае означало бы, что армяне, проживающие в Азербайджане, как национальное меньшинство, а по сути полное изгнание армян из Карабаха. Ни слова о праве нации на самоопределение. Более того, термин «Нагорный Карабах», в основу которого была положена идея Нагорно-Карабахской автономной области, уже даже не используется. В заявлении Брюсселя просто упоминается Карабахский регион, который уже опирается на идею административно-территориального деления Азербайджана, не предполагающего отдельного статуса. С Азербайджаном готовится мирный договор, ключевым положением которого является признание территориальной целостности Азербайджана, в том числе Карабаха. По этой причине, только в контексте этого соглашения упоминается об обеспечении прав и безопасности армян Карабаха, так как другого статуса у Карабаха не будет. В заявлении говорится, что стороны согласовали принципы транзита различных частей Армении через территорию Азербайджана. Эта размытая формулировка фактически означает, что Армения передаст Азербайджану так называемые анклавы в Тавужской и Араратской областях Армении, через которые Араратская область проходит через Вайюцдзор и Сюник. То есть, территория будет передана Азербайджану, после чего мы будем переходить из региона в район, с особым разрешением и под контролем. Уместно вспомнить и дорогу Гори Скопан, которую постигла та же участь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.